Мама, а в чём сила молока? Давным-давно. Я поняла, что сила не только в молоке, но и в людях. Я думаю, что перспектив нет никаких, но из этого ничего хорошего для нас не следует. Украина не нужна НАТО в своём составе. Она как раз нужна отдельно. НАТО имеет возможность воевать против России, руками в Краинске. Я полагаю, что в той ситуации, когда Евросоюзу не удаётся вместе с Соединёнными Штатами на западном целом сокрушить Россию, дальше встанет вопрос о том, как выживать. И единственным способом для этого будет фашизация Европы. Игорь Сергеевич, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Хотелось бы, наверное, прежде всего обсудить такое событие, как предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Поначалу у Украины вроде как были какие-то надежды, что их либо примут туда, либо прошлют какой-то чёткий сигнал о возможном членстве в Североатлантическом Альянсе. Но совсем недавно Буданов заявил, что он якобы видел черновики выступающих, и украинское общество после этого саммита будет разочаровано. Вот что-то такое, он сказал, если не ошибаюсь. А вот на ваш взгляд, какие перспективы есть у Украины в Североатлантическом Альянсе, и есть ли они вообще? Я думаю, что перспектив нет никаких. Но из этого ничего хорошего для нас не следует. Украина не нужна НАТО в своём составе. Она как раз нужна отдельно. Потому что именно отдельность Украины позволяет НАТО сейчас фактически вести войну против России, ту самую гибридную. И говорит, что мы здесь ни при чём. Байден неоднократно заявлял, что самое главное не перевести этот конфликт в коллективное самоубийство. Им нужно уничтожить Россию, но им не нужно покончить жизнь самоубийством вместе с Россией. Соответственно, мы в стороне, мы поставляем оружие, а воюем и перешим. То есть НАТО имеет возможность воевать против России руками украинцев. Это идеальнейшая для НАТО ситуация. Менять здесь они ничего не будут. И они так будут делать до тех пор, пока вся территория Украины не будет освобождена от власти Запада над Украиной. Потому что мы же понимаем, что сейчас народ Украины прокладывал кроме заколониальное господство Запада над этой страной, которое было установлено после переворота 2014 года. Вы отметили, что это позволяет НАТО воевать с Россией и заявлять, что они здесь якобы ни при чем. Но всем же очевидно, что они здесь при чем. Вы знаете, тем очевидно, что при чем, но это разные вещи. Я приведу простой пример. Война во Вьетнаме была такая. Американские самолеты кто сбивал? Советские ракетные и зенитные комплексы. Управляли этими советскими зенитными комплексами в значительной мере советские офицеры. Про то, что советские летчики воевали там в небе, тоже немало есть информации. И американцы это прекрасно знали. Они прекрасно знали, что когда из того или иного налета не возвращалось энное количество В-52, они были уничтожены не только техникой, но и руками советских войн. Это же не приводило к войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Правильно? Вот эта тонкая грань, она очень тонкая. Там легко переступить через эту грань, и будет полный обкалипсис. Но эту грань все соблюдают. Поэтому сохранять эту грань, Запад заинтересован. Да, можно отправлять туда советники, которые там гибнут. Да, можно отправлять туда тех, кого они называют наемниками. И они там тоже гибнут. Но на сегодняшний день от одной страны кровь полюнили профилею таких же пустых людей, как и мы, украинцы. Ну еще один такой интересный момент, кстати, что некоторые страны уже даже начинают отказываться от такой поддержки Украины, как поставки вооружения. Вот в частности, недавно президент Болгарии на встрече с Зеленским сказал, что поставок вооружения не будет. И как Вы считаете, могут ли последовать, к примеру, Болгарии и другие страны? Или это скорее такой единичный случай? Я полагаю, что массового подобного не будет. Кроме того, президент Болгарии – это не та инстанция, которая решает, поставлять оружие или не поставлять. Я напомню историю с этими президентами и премьерами Болгарии, которые открытым текстом сами когда-то сказали, напомню, строился газопровод по дну Черного моря, планировалось строить, с выходом в Болгарию, а далее туда, в Европу. Было такое, было. Затем Болгария от этой стройки отказалась. Естественно, под давлением Евросоюза в первую очередь правомерке. Так вот, руководство Болгарии, открыто текстом сказало, мы здесь не кричем. Пожалуйста, на нас не обижайте. Нам приказание сделать. Если в отношении изопровода и можно приказать, и они сделают, то верить в то, что Болгария может вести какую-то самостоятельную политику в условиях глобального противостояния Запада с Россией, ну это, по-моему, за пределами даже научных фантазий. Но если перенести все... Да, есть Венгрия, Венгрия есть, но там особая история и особое взаимоотношение Венгрии и Киевского режима. Там есть определенные территориальные претензии, которые особенно-то не скрывают Венгрии и современной Украине. Есть тема ущемленного положения венгерского меньшинства на территории Украины. А я напомню, что в Конституции Венгрии даже прямо именно в Конституции записано и право, а обязано венгерского руководства везде и всюду защищать этнический верх. Здесь, наверное, надо отметить, что вот эти поставки, они ожидаемого результата не дали. Это можно увидеть даже по тому же первому, как они его называют, этапу так называемого контрнаступления, о котором даже в Украине прямым текстом говорят, что он провалился. То есть, ну, даже если бы Болгария и согласилась бы что-то поставлять, я сомневаюсь, что это привело бы к какому-то коренному перелому. Я полагаю, что в западных штабах это не профессионал. И они прекрасно понимают, что поставками вооружения ситуацию на поле боя гринным образом изменить невозможно. что шансов на то, что ВСУ нанесут терапевтическое отражение России практически нет. Нет, ну, конечно, чудеса все-таки на свете бывают, но рассчитывать на чудеса – это довольно странно для военных планировщиков. Для них была всегда цель другая, чтобы ВСУ продолжало сражаться и наносить урон России. Россия, участвуя в этой специальной военной операции, ведя более-болго боевые действия, разве не несет обувь – несет. Что бы мы там ни говорили, гибнут наши люди, разрушается наша инфраструктура – все это есть. Это ослабляет Россию? Несомненно. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы в ВСУ сражались как можно дольше. Для этого и поставляется вооружение. Нет, конечно, как опция, а не тех – вдруг случится чудо и нанесут поражение и возьмут Москву. Ну, тогда они будут аплодировать. Но я думаю, что это не то, что входит под пламя. А вот нанести максимально возможный ущерб России для того, чтобы затем спровоцировать и вызвать внутренний катаклизм – это да. Такая цель стоит. И для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы боевые действия продолжать, можно хоть какой-то шанс для этого внутреннего катаклизма. На фоне провала вот этого так называемого контрнаступа в Европе, в той же Франции, например, опять зазвучали, пусть и пока не такие явные, но все-таки призывы к мирным переговорам. К тому, чтобы этот конфликт каким-то образом регулировать мирным путем. А как Вы считаете, возможно ли это? Или этот конфликт будет все-таки завершен именно на поле боя? Гадать сейчас нет смысла. Я всегда говорю, что одно дело – те цели, которые ставятся, и другое дело – возможность этих целей достичь. Я просто напомню исторический факт. Освободить территорию Малой России и Белой России от польского иго – такая задача была поставлена еще при царе Алексея Михайловича. Помните Переславская рада и все остальное? Сколько лет длилась тогда война? Очень тяжелая война. Причем выполнение этой цели был созван Земский собор. Сначала прошел Земский собор, на котором все представители всех сословий русского государства поддержали этот путь на освобождение православного населения от польского католического иго. И согласились нести соответствующий такт. Что тогда? Чем так? Мы помним, опять-таки, хочется освободить этот бережный проект. А вся остальная территория была освобождена от польского только уже при Екатерине Великой, через сто с лишним людей. Я не хочу сказать, что и сейчас все это затянется на сутки лет. Я просто говорю, как пример, была поставлена некая четкая задача – освободить ненаверных братьев от чужой оккупации. И были брошены на это все силы. Но не смогли всех освободить. Затянулось на сто с лишним лет. Как это произойдет сейчас, мы с вами не знаем. Мы не знаем, как будут развиваться события на поле боя и так далее. Поэтому вот говорить, что нет, послезавтра российские войска освободят территорию Германии, а западного господства от Киевского рюкзи по его ставлению, выйдут на границу Советского Союза, говорить можно. Но это именно разговоры. Такая вот и цель. А политика и искусство возможны. Что сможет, то сможет. Но и путь, что это вкладывается в две возможных консульсов. А теперь по поводу страны. А зачем им сейчас идти на мирные переговоры? Вот давайте представим. Сейчас заключается мирное соглашение. Статус го. Вот что на поле боя? Вот прямо по этой линии объявляется о заморозке. Но ведь тогда получается, что Европа, вся континентальная Европа признает свое стратегическое поражение. Она что, ввязывалась в эту войну из каких-то там идейных соображений или просто по случайности? Нет. Вот этот конфликт, это не был случайный. Дело в том, что при его нынешнем состоянии той модели, которая существовала, дальше оставать не нужно. Либо он терпит крат, либо ему нужны бесплатные классные ресурсы России. Да, мы поставляли им энергоресурсы и все остальное, сами сейчас признаем, невысоким ценам. Но их модель уже и от них тянет. Им нужно это забрать себе практически в собственность и получать по практической себестоимости. Вот о чем речь. И поэтому сейчас, допустим, заключили такое соглашение. Энергетические все поставки практически прекращены. Европа закупает по огромной цене энергоресурсы на стороне. Правильно? Правильно. Европейская экономика так долго может выдержать? Нет. Европа согласилась терпеть эти, увы, из расчета, что потерпим годик, два, три. Но, в конце концов, этот план цикл на востоке не уничтожен. И компенсируем его богатствами все эти опыты, которые сейчас принесли. А если Россия не уничтожена? Если вот сейчас просто прекратили? Соединенные Штаты никакого ущерба не принесли. А вот Евросоюз, в результате, подписывается без спектра. Вот вы отметили, что Евросоюз в его нынешнем виде существовать не может. Вот, кстати говоря, вчера, совсем недавно, президент Беларуси на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами отметил, что в Евросоюзе вообще может быть такой исход, как гражданская война. Ну, в частности, например, между христианами и мусульманами. Как вы считаете, может ли Евросоюз действительно отойти вот даже до вот такой точки? Я полагаю, что в той ситуации, когда Евросоюзу не удается вместе с Соединенными Штатами на Западном целом сокрушить Россию, дальше встанет вопрос о том, как выживать. И единственным способом для этого будет фашизация Европы. Другого пути у Евросоюза просто-напросто не будет. Потому что для крупного капитала, конечно, оптимальная форма управления государством, обществом – это парламентская демократия. Капитал состоит в тени. На внешней сцене всевозможные политики. Они меняются, и все остальное. Люди, якобы, за них там и действительно голосуют. Политики рассказывают, как они борются за права своего электората. Но они так хорошо борются за права электората, что независимо от смены политики, парламентская демократия – она оптимальна для крупного финансового капитала. Но в условиях, если западу Евросоюзу сейчас не удастся получить российские ресурсы за обе сцены, скрушить Россию, то Евросоюз ждет экономических потрясений. А это означает схлопывание того самого среднего класса, на который опирается парламентская демократия. И это схлопывание сейчас уже идет. Падение, полное падение доверия к парламентским партиям. И, соответственно, финансовый капитал начнет терять рычаги правления обществом для своего обогащения. Единственный выход в этой ситуации – это возвращение проверенному опыту первой половины 20-го века фашизму. Есть очень четкое и ясное определение, что такое фашизм, который дал Агер и Демитров. Фашизм – это власть террористическая, а власть финансового капитала. То есть власть финансового капитала осуществлена террористическими методами. Не через демократические процедуры, как в парламентской республике, а террористическими методами. Вот что такое фашизм. Это не обязательно люди со свастиками, бегающие и зекующие по площадям. Да, ведь изначально фашизм пошел из Италии, где вот этих вот зигующих людей из власти, в принципе, это не было. Да, совершенно верно. Но в самом чистом виде, в самом идеальном для финансового капитала виде фашизм вывелся как раз в Германию национал-социалист. Но тогда, конечно, у финансового капитала и проблемы с ним возникли, потому что этот самый фашизм из инструментов пытался стать самостоятельным действующего лицом. И насколько это серьезной стала проблема, что Соединенным Штатам и Великобритании, которые эти самые пошли, взращивали в Германию для уничтожения Советского Союза, пришлось только стать союзниками Советского Союза для уничтожения этого самого фашизма. Поэтому они этот опыт тоже учли. И сейчас, соответственно, они проводят эксперименты, между прочим, как раз на территории Украины. Режим, который опирается на откровенных нацистов, причем даже не пытаются скрывать того, что так нравится. Но при этом вся полнота власти на Украине принадлежит транснациональному национальному капиталу. Ну вот, так что это сфера, как бы территория тестирования почти на 21 века. И вот эту модель они вполне могут перенести на территорию всей Европы. А для того, чтобы это сделать, нужно, ведь, когда говорится о управлении террористическими методами, тут можно сказать, а вот есть опыт эскадронов смерти в Латинской Америке, есть полиция, есть вооруженные силы. Ими можно, как бы, народ, сделать послушать. Но финансовый капитал достаточно разумный. Он понимает, что сидеть на штыках в долг невозможно, не уютно и неприятно. Соответственно, нужно, чтобы значительная часть оцепления, вот эту террористическую диктатуру финансового капитала принимала, и нужны люди, которые будут идейно заинтересованы в том, чтобы эту диктатуру устанавливать. Вот для этого и нужны соответствующие измы, связанные в первую очередь, как показал Бог, начало 20 века, с идеей расовой и профессиональной избранности. Вы избраны, вы лучше, те остальные ваши рабы. Оказалось, что действуют и очень хорошо действуют. Но для этого нужны определенные условия. Так вот, сейчас берем вот такие условия создаются. Первое – это греющее, резкое падение жизненного уровня рас, населения. Второе – это миграционный кризис. Всеобщее недовольство мигрантами, которые тут распоясались, жгут автомобили и все остальное. И вот тут как раз приходит время тех самых нацистов, которые будут спасить ими Европу от вот этих банков, которые захватили нашу страну, Тилет у нас на шее и прочее, прочее. А то, что это миграционерами финансового капитала – это же останется за скобками. Так что вот этот вариант более чем реальный. И как это не парадоксально звучит? Отсрочить приход фашизма в Европу, нацизм, может только победа Европы над Россией. Но они этого не дождуется. Мы играть тут датки, а для того, чтобы впедаться капиталом достаточно было, отправлять Европу с помощью процедур парламентской демократии не собираемся, я думаю. Александр Григорьевич очень четко определил перспективы Евросоюза. И они, я думаю, это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что сейчас на чашу весов быть им или не быть. И если они не могут сломать Россию, то им придется проходить через социальные катаклизмы и выходить в форме парламентской Европы. Ну, конечно, с красивыми лозунгами и все остальное, но нацисты с красивых лозунгами тоже пока. Согласен. Вот вы отметили, что вот эти вот фашистские практики, они неплохо опробованы в Украине, в принципе, они там показали свою успешность, но они ведь распространяются, уже распространяются и на другие страны. Взять, например, повальную русофобию в Прибалтике или в Польше. Там ведь это тоже работает? Работает и очень даже основательно работает. Вот этот комплекс избранности, комплекс других народов, которые не совсем человеки, это сейчас начинает внедряться. Но я думаю, что так как в основной Европе русского населения немного, и представить, собственно, русских источником всех бед Европы сложно. Нет, они представят, что из-за того, что там война на Украине, из-за этого нужны как бы тутричные враги. И на эту роль годятся больше всего и лучше всего вот те самые мигранты, которых по непонятной причине, якобы не понимают, западные правительства так активно завозят на территорию Евросоюза. Они не понимают, что происходит. Мы все понимаем. Простые немцы, простые французы понимают. А вот правители не понимают. Они почему-то завозят мигрантов сотнями, тысячами, миллионами. Позволяют этим мигрантам садиться на шею к бедному населению. Огромные социальные выплаты на них и все остальное. А так как сопровождение, совершенно случайно, начинает копиться ненависть. И вот эту ненависть финансовых капиталов используют для того, чтобы его власть из власти через порвальнические процедуры перешла во власть через открытую диктату, осуществляемую террористическими методами. То есть фашистами. Слово-то, конечно, не будет. Мы, кстати, видим, что происходит во Франции, где вот эти вот мигранты, которых так активно завозили из стран Африки и Ближнего Востока, они начинают просто заявлять со своих права. Когда земнокожего подростка застрелил полицейский, сколько людей там вышло на улице. И что происходило там, и все это видели. Да, совершенно верно. Но ведь это, вы знаете, опять напоминает историю Украины здесь очень показательной. Вспомните Майдан снайперов, которые стреляли и по тим, и по другим. И вот, если взять за последние десятилетия миграционную политику в топливах Франции, да и во всех Евросоюзах, во всех странах Евросоюза, то, что мы наблюдаем. Сначала завозятся мигранты, и идёт углубление и топтание ценности коренного нателения. Окровенно. Там запрещаются истинские йогу ставить, потому что это же могут видеть мигранты. В Италии в школьных классах со стен начинают убирать распенки, потому что это может обидеть, задеть чувства учеников, детей-мигрантов. Вот прямо пылинки сдувают с мигрантов. А затем, как по волшебству, такой волшебной палочкой кто-то макнул, и вдруг ни с того ни с сего, в той же самой колератнейшей Европе, вдруг говорят, а вы знаете, вообще-то первый признак свободы слова – это право поглумиться над пророком Мухабием. Было такое? И тут уж теперь появляется другая волна. Начинается сошение Корана, начинается издевательство над всем, что связано с мусульманской религией, запреты уже не крестиков, а хиджабов. То есть начинает злить уже мусульманское население. Сначала взвинтили кленое население, потом начинают точно так же, взвинчив, приедших. Причем делают это в основном одни и те же силы. Почему я сказал, что есть прямая аналогия с Майданом, когда снайперы туда и туда стреляют. Помните этот гнуснейший листок Шарли Эйдот? Ведь он сначала был чисто либеральный, то есть чисто такой социалистический листок, при котором там накидали с почвы. Потом его взяли под контроль другие силы, и он начинал глубиться на ценность христианства, в самом поганом образе, над всеми освятыми христианами. А затем, опять-таки, как по-моему, волшебной палочкой, он начал внукнуться над всем штицентром дыма, оставить глумление над христианом. И вот так взвинчивается среда, создаётся взрывопатная ситуация, а там дальше уже простейшие технологии. И обратите внимание, что ещё в 1950 году право Меркель, а за ней следом, прямо опять как по команде, и премьер Великобритании, и президент Франции, объявили о крахе политики мультиволитурализма. Казалось бы, вот всё, признали, что это было ошибкой. И, начиная новую политику, нет, признать-то признали, но как раз после этого и началось глумление над мусульманами. Как тогда сказал Саркази, мы слишком много уделяли внимание сохранению идентичности пришлого населения. А потом, в каком-то там, в 2014 или 2015 году, эти же самые политики вдруг распакивают ворота Европы и завозят ещё чуть ли не 2 или 3 миллиона мигрантов. Но опять от сердовольности, от того, что им так слезинка ребёнка важна, и от того, что они просто не могут закрыть границы. То есть поняли, что не хватает мигрантов для нужного тонуса. Добавили. И, кстати сказать, обратите ещё одно внимание, что все те партии, все эти политические и общественные деятели, которые всегда говорили о том, каким последствиям приведёт миграционная политика Евросоюза, их ведь как и оставляли на обучении, так и оставляли. Потому что они поборники традиционных ценностей своих народов. Они не нужны фашизму. Фашизм не имеет ничего общего с традиционными ценностями. Он отрицает традиционные ценности и своего, в кавычках, своего народа, потому что для него своих народов нет. Это не Липен придёт к власти. Это не те, кто боролся за сохранение немецкой идентичной, придут к власти. Нет. Ставка будет сделана на как раз нацист, который ту же самую Липен и всех остальных отправит в те же самые гордовые камни. Если всё же вернуться к беседе президента с журналистами, там был вот такой вот интересный момент, который подметили многие. Зарубежных журналистов почему-то очень сильно волновал вопрос о возможном перемещении ЧВК Вагнера в Беларусь. То есть как минимум три или четыре вопроса они об этом задали. Где Вагнер, где Пригоршин, что будет дальше и всё в таком духе. А как вы считаете, почему их это так волнует? Потому что был мятеж Вагнера, потому что произошло то, на что они так долго надеялись, но не произошло не до конца. Повторяю, на Западе хорошо знают, что победить Россию можно только изнутри. Это ещё по итогам провала похода Наполеона в Москву, когда случилось то, чего не должно было случиться с точки зрения европейского мышления. Как вся континентальная Европа пошла к каким-то варварам, да ещё возглавляемая самым лучшим полководцем всех времён народов, или ноги оттуда унесла. Они долго думали, как это произошло. И вот тогда господин Клаузевец, один из самых знаменитых военных институтов, чётко сформулировал, что Россию можно победить только изнутри. Если нет внутренней смуты, победа над Россией невозможна. И опыт последующий это неоднократно доказал. Кстати сказать, поражение России в Кунской войне произошло не за внутренней смуты, но и не на поле боя, на поле у нас не растут. Российская правящая верхушка капитулировала, отказалась вести войну с Западом в целом. Прозападная, российская аристократия. Так что поражение Россия получила и в Крымскую войну изнутри. Первую мировую войну мы хорошо знаем. Правильно? Холодную войну мы тоже хорошо знаем. Чем закончились? Ударами изнутри. И сейчас они понимают, что когда ведут гибридную войну против России, то дело не в том, что ВСУ возьмут Москву, а в том, чтобы добиться того, чтобы в Москве произошли волны, чтобы произошла дестабилизация. И они знают, что если этого добиться, то дальше уже делать. И вот когда произошел Ишвагнер, сейчас я не беру, что за этим стояло, мы этого с вами не знаем. Это можно только гадать. Может быть никогда не узнаем. Скорее всего никогда не узнаем, что происходило на самом деле. Но факт есть факт. До Запада мы увидели. В России военный Иш. Войска идут в Москву. Вот оно, свершилось. И вдруг, все успокоилось. Колоссальную роль в этом сыграл как раз Александр Григорьевич Лукашенко. За что, людей совершенно справедливо творили. Вот только за одно это, при жизни, Ангригорьевичу не только можно, но нужно оставить память. Причем не в Минске, а в Москве. И это на полном серьезе. Когда говорилось, я абсолютно согласен. Поэтому к этой теме у них самая пристальная внимания. Потому что сейчас не удалось, они все равно будут. Мы должны понимать, что главная еда в этой гибридной войне на Украине. То есть в район театра есть гибридная война Запада с Россией будет носиться внутри России. Кстати, это, я думаю, прекрасно понимаю в российском тоже руководстве. И напомню, что буквально где-то за неделю или за две у Минджа Вагна проходило заседание Совета Безопасности России. О котором было сказано обсуждать вызовы именно внутренней войны в стране. Я об этом неоднократно говорил в последнее время. То есть эта кепа, она очевидна. Соответственно, очевидно, почему они так вокруг нее носятся. А вдруг все же удастся повторить. Нет, они конечно сейчас будут другие еще варианты использовать. Но вдруг этот вот не совсем списан. Ну, больше всего, как не удивительно, переполошились Польша от возможного перемещения Вагнера в Беларусь. То есть точно так же, как они переполошились от той новости, что в Беларусь уже доставлена какая-то часть российского тактического ядерного оружия. Ну, здесь, наверное, на воле и шапка горит, как говорится. Нет, я думаю, что здесь все же несколько разные причины того, что они переполошились. От того, что в Беларусь было передислоцировано ядерное оружие так, они поняли, что просто так Беларусь превратить к рукам уже не получится. Отсюда истерия. Потому что все эти планы на захват этой территории. Извините, по-моему, Александр Григорьевич Лукашенко счет в году 8 или 9, 10, что-то такое еще очень давно. В одном из своих поступлений как раз я вспоминал. Смотрите на польские карты, которые продаются в польских магазинах в Варшаве. Какие там границы? Беларусь и указаны. А это было еще за долг, за специальные военные операции и даже до переворота. То есть эти планы были, есть и будут. От этого никогда не денешься. Перемещение ядерного оружия показалось, что легкий прогул будет. Все меняется. Это одна страна. А вот по поводу Вагнера. Вы знаете, к польскому руководству можно предъявить много претензий. Но вот думать, что они сумасшедшие и что они не понимают в реальности – это вводить себя в зубушки. А это в реальности всегда. Они прекрасно понимают, что Вагнер, ну что, как у нас некоторые там в Телеграм-карте писали, что Вагнер пойдет на Варшаву. Другие писали, что он о гибцах и прочее. Было, было. Ну, как бы бумага еще стерпит и интернет тоже. Ни в коей мере не умаляя героизм и солдат Вагнера, и офицеров Вагнера, и их профессиональное мастерство, напомню, что Вагнер брали 200 примерно дней. Это не претензия им, что они 200 дней брали. Это просто-напросто, реально, быстрее, видимо, было невозможно это сделать. А вот Киев возьмут по щелчку и взяли Киев. Второй щелчок и взяли Варшаву. Ну, очевидно же, что нет. Но физических возможностей у группировки нет. Если учесть, что там они еще, к тому же, воевали при пакетной архиарийской поддержке российских вооруженных сил и плюс авиационных поддержек. Это опять к тому, что они попали, не умели, дурак. Просто-напросто, реально, невозможно. Нужно оценить. А для чего же крик устроен? А для того, чтобы выбить себе и любим дополнительные финансоверные и дополнительные поставки, не застущие, а за американские или замененные, вырушение техники. Почему не использовать такую возможность? Вот давайте закатим истерику. Что завтра Вагнер в первых предместях Варшавы. Поэтому срочно нужно дополнительное... Варшавы у нас у бедных порядков, конечно же, нет. Поэтому... Дядя из Киана, из Кида, а ну-ка рассташельтесь и поставь на руку. Главное бы танки, но в Польше же опять вроде как, пока понемногу, но уже поднимают вопрос о поставках американских язерных ракет на территорию Польши. Да, поднимают. И, кстати, опять поднимают не только сейчас. И здесь опять не нужно думать, что это вот связано только с текущей ситуацией. Я напомню, что еще в правлении Трампа, помните, тут-то в очень такой унизительной форме была же соответствующая просто пародийная фотография, как он, согнувшись в три погибели перед столом Трампа в Белом доме, выпрашивает у Трампа согласие на то, чтобы открыть за счет собственного Варшавы на территории Польши порт Трампа. И завести туда американские войска, и завести туда американских язерных. И это тоже не глупость, и не от того, что, кстати, поляки собираются где-то над дружием долбить по России или Голоруссии. Вот здесь есть большая разница. В Киеве уже устанавливают самый нацистский режим, полностью контрольный тому самому финансовому капиталу. Этому Киевскому Кишину нет никакого дела до крайности. Они для них расходные деньги. Польское руководство, к нему нужно относиться к парадам, а они, поляки, появляются свою Польшу. И они не собираются за океанским превращать Польшу в то, во что превращает их спережим в Украину. Да, они хотят в обозе американцев, кучи европейцев, капнуть. Или гуссию, кролиду. А если подвезет еще что-то. Это они хотят, и тут не заражатели. Но сами превращать в поле боя они и рвутся. И вот как раз размещение американских войск и американского ветерного оружия, они рассматривают одну из гарантий того, что американцы не будут бросать Польшу под русский каток, когда ВСУ выдохнет. Вот этот план, чтобы, когда ВСУ исчерпает свой ресурс, бросить в топку войны полякам, видеть задействование пятой статью СТОУ. Он же, то есть, надо, извините. Он же очевиден и всем хорошо известен. И поляки тоже это понимают. Что в Вашингтоне будет воевать против России до последнего поляка. А вот чтобы Вашингтону было не с руки, говорит, с Россией до последнего поляка, им очень выгодно, чтобы здесь появились американские борцы. С американскими военнослужащими. И еще с американскими ядерными оружиями. Тогда, в случае такого развития конфликта, американцы автоматически оказываются контактным. А о чем говорил господин Байден неоднократно? Что самое главное не войти в прямой и в России. Надо уничтожить Россию чужими врагами. Поляки и делают все возможное. Ребята, приходите сюда. Так. Вы нас бросите в бой, но и вы только окажетесь в бою. Заходите. А есть еще одна. Опять-таки, польское руководство будет не так привык. Задача. Для чего выпрашивал тот же Дуда у Трампа? А они что? Забыли, что все западные земли Польши – это подарок Сталина, а на самом деле это немецкие и восточные земли. Мы забыли. А что является гарантией того, что немцы ведут третьими? У поляков есть силы отстоять? Да, конечно, там сейчас скажут, они первые в Союзе и все в НАК, но это внешняя конкурация. Александр Григорьевич очень ясно и четко сказал, что мы сейчас живем в мире, в котором не действуют международные права и даже более того, что не действуют понятия. Все смешало. И поляки тоже прекрасно понимают. Поэтому они понимают, что все эти документы, которые они нам подписывали в рамках Евросоюза, в рамках НАТО, соглашения с Германией – это все-таки пустые бумажки. Мир кардинально меняется. И все будет зависеть от реального баланса сил, а ничего другого. Никакой бумажки не прикроешься, она не спасет. А то, что немцы не забыли про то, что танцы, то есть Гдальск – это танцы, поляки хорошо знали. Раньше там стояли советские войска, и понятно было, что никто не еле покуситься на западной территории. Сейчас кто будет гарантом? Вот для этого им опять-таки нужно накачать свою армию. Денег на это нет. Значит, нужно за чурой счет. Чурой счет чей? Вашингтона и того же Берлина. Поэтому они закупают там тысячи танков, какое-то колоссальное количество самоходных артиллерийских установок. Заявляют о том, что создадут самую сильную армию в Европе. Потому что они понимают, что без этого сохранить примерно треть своей территории у них шанс никаких. А самая большая гарантия – это, конечно же, размещение американских войск. Потому что опять-таки тогда и немцы уже не осмелятся с улицы. Поляки хорошо помнят опыт свой. Как Британия в 1939 году бросила их под немецкий каток, чтобы развязать, проводствовать Вторую мировую войну. Они, конечно, претензии Британии сейчас открыто не предъявляют. Но они это помнят. И они понимают, что и американцы могут сделать то же самое. Поэтому нет, вы будете здесь же с нами. Так что политика Варшавы в этом вопросе абсолютно прагматична. Что не отменяет того, что они страшно хотят бахнуть те территории, которые считают свои. Спасибо вам большое за эту беседу и за ваши интересные и рассвернутые обсуждения. Вам спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok